Всем привет! Вы смотрите рубрику «Слово админу». Прямо сейчас расскажу, что читали и обсуждали красноярцы на этой неделе. Жители деревни Свящева перекрыли дорогу скорой помощи, которая отказывалась забирать пенсионера. У пожилого мужчины случился инсульт, потом началась гангрена. За пенсионера вступились почти все его соседи. Впрочем, ситуация оказалась сложнее, чем кажется на первый взгляд. Оказалось, что мужчина сам отказался от госпитализации. Он такой человек, который не принимает помощь, рассказали его соседи. Медики же ссылались на то, что не могут забрать мужчину без его согласия. Однако после огласки мужчину все же доставили в больницу. Сейчас он проходит лечение. Громкий звук напугал жителей Ветлужанки. Дорожане услышали хлопок около трех часов ночи. Позже по камерам отследили, что столько шума наделала простая петарда. Ее выбросил неизвестный на иномарке. Позже полиция нашла хулигана. Он заявил, не думал, что получится так громко. Парень отмечал день рождения и просто хотел снять эффектное видео. Автобус на ходу загорелся на улице Гаденко. Водитель сначала пытался потушить огонь сам. Позже на место прибыли пожарные. К счастью, никто не пострадал. Все пассажиры успели вовремя выбежать. Топ-5 катков Красноярска. Помимо оборудованных ледовых площадок появились и стихийные. Прямо сейчас обзор от нашего корреспондента Анатолия Качаева. Сегодня мы проводим тест-драйв самых лучших катков красноярских. Поехали! Каток на партизану-железняка. А вот и дворы на красноярском рабочем. Здесь вообще везде каток. А вот улица Михаила Гаденко. А где катаетесь вы? В Роевом ручье показали любовь рысей Бурана и Яны. Только посмотрите, как мурчат эти животные. Редактор субтитров А.Семкин Первыми. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТВК Нью. Здесь есть QR-код. Переходите по нему. И помните, что ТВК – это не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова